Здравствуйте! Герои нашей сегодняшней программы называют певцом родного края. Честно признаться, о его вокальных данных мне ничего не известно. Землю, на которой родился и вырос, он воспевает с помощью доступных ему средств – красок, кистей и холста. И делает это, трудно представить, уже более полувека, создав около тысячи полотен. Наш собеседник – член Союза художников Казахстана Николай Васильевич Торшин. У творческих людей очень часто бывает, что они с самого детства погружены в соответствующую атмосферу. Вы родились и росли, будем говорить, в глухом селе. Чем вы питались? Ну, питался я продуктами, а если творчеством, то красками и кистями и карандашами. Когда вы себе почувствовали тягу? По-моему, с трех лет, как я себя помню, тянулось меня к красивому всегда. И вот мама, помню, молодая. Я третий ребенок был. У нас было семеро детей. Вот. Из всех она почему-то меня по гостям водила. Или к подругам сюда приходишь. Подруги некоторые занимались разными изделиями. И меня тянуло как-то, ну, к интересу какому-то такому. Что-то делать. И с тех времен, я помню, из глины что-то лепил. А потом, когда уже старший брат и старшая от меня сестра ходили в школу, я любил листать их учебники и любовался фотографиями, репродукциями с учебников. Вот это была у меня тяга большая к этому. И после этого привилась любовь к изобразительному искусству. И когда мы стали уже жить в городе, это с 43-го года отец с фронта пришел, контуженный, и нас перевез из поселка сюда в город. Ну и в 53-м году открылась Дом пионеров. И я прибежал, записался туда и учился у Никифорова. Александр Иванович, он нам привил, прививал любовь к изобразительному искусству. Много ходили на пленеры, рисовали, постановки он ставил, мы рисовали. Но я уже много копировал из учебников, что мне нравилось. Я уже в то время знал и Левитана, и Брюлова, Карла Павлова, потом Поленова, Сурикова, Репина. Всех наших выдающихся художников я знал. И мне в то время одна из учительниц, видя, что я тянусь к рисованию, подарила мне книжечку, брошюрку небольшую такую, как научиться рисовать. Это она издана была в 38-м году. Она до сих пор у меня существует. Я иногда... Там здорово так написано, как наброски делать, как рисунки, по сколько минут, как сидеть за рисованием, чтобы ноги твои были всегда на полу, не висели. И вот так вот все красиво, интересно написано. Много репродукций там. Шишкина, Репина, Серова там, наброски беглые такие. Она у меня как бы в свое время была настольной книгой. А потом стала другие покупать. У мамы просила, у папы просила, что вот продается такая. Ну, у меня жажда берет, хочется иметь. Все это у меня сохранилось до сих пор. Николай Васильевич уверен, что предела совершенству нет. И потому, несмотря на многолетний опыт, он до сих пор учится, перенимая мастерство у художников как прошлых лет, так и своих современников. Редко такие мастера есть, как Айвазовский. Мгновенно работали, например, небо написать. Он в один прием делал. С утра начинает, к вечеру заканчивает полностью небо. Как писал, как это делал. Это бывают секреты у художника, у некоторых. А у некоторых нет секретов. У тебя на академической даче был Репина, ездил. Это в 83-м году. И на этюдах там все утром автобус уже работает. Покушали в столовой. Садятся художниками с этюдниками и идут на природу. Выходят не все кучи сразу. А автобус идет по лесам, по деревням. Ну, километров там 20-15 проезжает. И выходят в разные стороны. Останавливаются, вышел художник дальше. А потом через 5 часов он обратно едет, собирает ее. Так люди с нашей бывшей СССР, какие мощные художники есть. Я так однажды пишу, подходит ко мне. Я его не знал лично, а пофамильной знал. И посмотрел, говорит, странно ты работаешь как-то. А все. А потом, когда познакомился, оказывается, это Жмирикин, Вячеслав Федорович. Известный горьковский художник, член Академии художеств. Он говорит, пойдем завтра на этюд с тобой. Меня приглашает на этюд вместе с ним. Это же здорово. Мастер-класс туда показать. Никогда не забуду. Этюдник небольшой. Он никогда не писал пейзажи, как сам он говорит. Я в основном картинчик. Есть художники-картинчики. Маринисты, портретисты, пейзажисты. А он говорит, я картинщик. А этюды я не пишу. Ему там на академической даче дали небольшой этюдник. И он с этим этюдником пошел. Я увидел, как есть мастера работы. Член-корреспондент Академии художеств. Я пока устанавливал свой этюдник, он уже написал. Я говорю, как? Вячеслав Федорович, а я сейчас второй. И я пока пристроюсь, смотришь, выгадываешь. А он пишет интересно. Есть мастера, пишут мгновенно. Он смотрит раз, посмотрел оттуда раз. И создал такое место. Ну, так красиво смотрится. И там все есть. И песок, и травка, и галька, и вода, и лес. И все есть. И дальний план. И воздуху много в этюде. Самое главное в этюде добиться, чтобы пространство было и воздух. А если воздух есть там, и объемно, и воздушно, и правдиво. В 1966 году, закончив Алматинское художественное училище, Тошин возвращается в родной город и поступает на работу в производственные мастерские художественного фонда Казахской ССР. Кстати говоря, запись об этом единственная в его трудовой книжке. По признанию художника, работа в мастерских худфонда дала возможность наработать прекрасный опыт. Тебя обеспечивали работой, какую ты хочешь, если сможешь выполнить. Конечно, всех тянуло хорошо заработать. То есть хорошую работу получить. А хорошая работа – это монументальные вещи. Росписи в кинотеатрах, в детских садах, в школах. Чтобы, ну, бывают такие стены, поросены. И художники этим делом занимались. Коллектив был очень великолепный, хороший. Я их всегда... Это то, что сейчас называют госзаказ, да? Ну, может быть, госзаказ. Ну, в то время заказов в области моря было. Приезжих очень много приезжали. Область красивая, хорошая, богатая. И приезжали художники зарабатывать здесь. Себе на жизнь. Если ты заработал по тем временам в месяц, там, две тысячи. Тебе давали по 200 рублей каждый месяц. А остальные гуляй, пока не получишь эту всю зарплату. Здорово тоже было. Творческие работы. Наслаждаясь изобразительным искусством. Там же худсовет был. А худсовет, художники, когда заказ получают, ему дают. Он эскизы делает, приносит эскиз, просматривает худсовет. Замечания какие-то или похвала какая-нибудь делают. И тянулись многие. И рост у каждого художника был. Кто работал в этой системе художественных, производственных, мастерских, рост колоссальный. Ну, здесь перестройка. Горбачевская и Ельцинская. И каждый человек потерял в жизни все. Работу, профессию, все. И пошли многие кто куда. Это вот беда была страной. Немалое место в творчестве Николая Торшина занимают полотна, на которых изображены важные события в истории страны. Портреты знаменитых земляков. Этой теме посвящена и самая масштабная работа художника, которая так и называется «Мои земляки». Воображением мастера на полотне оказались Ибрай Алтенцарин и Чукан Валиханов, Амангельды Иманов и Ахмед Байтурсынов. Кстати, портрет Байтурсынова работы Торшина авторитетные историки и искусствоведы назвали лучшим и наиболее достоверным. По работам художника можно изучать историю родного края, как довоенную, так и постперестроечную. Историческая тема – это и военный период, и гражданская война взять, «Целина» тоже, это уже ушедшего времени, тоже рисовала «Целине» в Гравильевском музее, здесь моя работа, там мои стальные корабли тоже. Трактора пашут, пахота, а в небе самолеты летают. Такая тема интересная. Как-то сижу, комиссия Саламаты приехала, увидела, говорит, «Интересная работа, хорошая». Ну, я в Гравильевском музее она находится. Много меня хвадили, многие ругали, некоторые так. Просто уходили, ничего не говорили. Среди исторических работ сам художник особо выделяет подранка. Этого мальчишку, сидящего в скорбной позе на могиле отца-фронтовика, он увидел, когда сам пришел навестить отцовскую могилу. Общее горе тяжелой утраты вызвало желание отобразить увиденную сцену на полотне. Правдивость картины неизменно обращает на себя внимание зрителей. Без преувеличения можно сказать, что главное место на полотнах Торшина занимает природа во всех ее проявлениях. Художника привлекает цветущая весенняя степь, опушка березового леса, яркий, жаркий или, напротив, морозный день и грозовые тучи. И на большинстве этих полотен зрители могут увидеть знакомые природные уголки Кустанайщины. Я люблю времена года. Они все по-своему хороши. Если сильный мороз, он по-своему хорош. А если осень золотистая, листопад падает, тоже красиво. А ледопробуждение, вот так вот, интересно тоже. Это поэтому времена года очень... Многие, даже по телевизору, мне не нравится, выступают, говорят, я вообще природу не люблю. Я ей думаю, где она родилась? В пустыне, что ли? А сама же ездит в лес, любуется березами, соснами, речкой любуется, купается. Как? А это же природа. А она, говорит, она не любит ее. Вот не люблю, категорически ненавижу эту природу. Ну, так же не бывает. Есть ли, вот так сказать, в мыслях работа, которую еще не написал, но очень хотелось бы? Есть. Много есть. Много есть и с пейзажного плана, потом и с картиночного плана, так, чтобы композиция, чтобы исторического плана. Ну, и так иногда думаешь, кому это надо? Ну, кому это надо? Все равно зритель найдется. А, только зрителя, а потом вот возьмите любого нашего кустановского художника, у него все в квартире или так, где, ну, мастерских сейчас раньше... То есть, как они не востребованы. Да, да. И наверху, до самого потолка, затыка. Магазинов нет. Область огромная. Я обращался к некоторым товарищам, которые к меценатам обращался. Ну, если вы награждаете людей, и художников почитаете, любите, уважаете, ну, сделайте в области магазин. Поддержите материально. Почему? У людей же есть и живописные работы, и графические работы, и прикладное искусство, и скульптурные, и ювелирные работы. Ну, где их можно реализовать? А некоторые хотят же приобрести. Не только для себя, а в подарок даже. Вот придешь в подарок бы купить. Ну, почему китайцы, он на базаре все торгует, кому она нужна? Я вот как-то пришел, ну, понравился, думаю, покупить, не купить. Ну, они шелкоград или что, они там клепают, шабелями одна репродукция проходит, тема одна, вторая идет, куча идет, вторая, там лошадей, подсолнухи, Водопады. Ага, водопады разные там. Ну, что, прихожок товарища, ну, не художника, а у него такая же висит, что на базаре, он там ее купил, повесит. К другому пришел, тоже такая же висит. Зачем? Ну, а это художник работает, ну, как наши кустанайские художники, реализоваться не могут. А интересно иметь каждого художника хотя бы по одной работе. Я, как-то, один меня встречает, говорит, я купил твое. Дождь, очень понравился мне дождь. У меня только фотографии осталось. Озеро, и туча надвигается, и морозиток, ну, небольшой размер. Говорит, нравится мне работа, интересная. А как Володю Крепкина, артиста нашего, в театре работал, я ему подарил работу, так он, как встречаем, говорит, ты понимаешь, ты вот мне подарил картинку, там грязь на переднем плане, ну, блин, и сейчас я на дачу хожу, и такая же грязь. на даче так говоришь, или к даче не подойдешь, грязюка после дождя. Торшин не считает себя анималистом, но в его творчестве есть серия работ, посвященная птицам. Ее появлению способствовал случай. Я дома для детей, когда они маленькие были, и хотел, ну, стенки его везде, я ковры не вешал, ну, на полу их держал, а стены чистые, если ты еще можешь красиво загрунтовать ее, и птичек хотел нарисовать, как бы тянуло меня. И однажды я в Алма-Ату приехал, и мой хороший курсник пригласил, говорит, пойдем ко мне чай попьем, посидим, поговорим. Захожу, а у него стенка, и на стене птицы нарисованы. Ну, так красиво, интересно, они небольшого размера, ну, всякие там, всякие птички. Я думаю, от, блин, а я своим детям не нарисовал. Только подготовку делал. А люди уже делали вот такие работы. И мне птички нравятся только из-за того, что на этюд придешь, утром рано, особенно на Табол, тишина. Кто-то рыбачит, кто-то там рыбак кашлянул или заругался. Так и разнеслось по всему этому озеру. А птицы пробуждаются, они начинают петь на разные голоса. И думаешь, ну, какие интересные голоса, и какие птицы интересные, тоже такие есть. Ну, птичек интересно рисовать. В мае 22-го года художник встретил свой 85-летний юбилей. Возраст солидный, и вроде бы пора подводить итоги. Но Николай Торшин полон творческих планов и задвигать в дальний угол мольберт, кисти и краски вовсе не собирается. Один мне художник подошел, встретил на улице, говорит, а ты что, все рисуешь? Я говорю, а когда ты бросишь это делом заниматься? Я говорю, зачем мне задали такой вопрос? А у меня жажда еще больше появилась. Желаю художникам чаще приходить на выставки, общаться с художниками, встречаться, если что. Если будет возможность такая, студия появится, будут ходить, наверное, рисовать, общение будет. И мне всегда хотелось, чтобы как-то объединиться с артистами, с художниками, с поэтами. В Кустанаве тоже поэтов много. Интересно пишут. Недавно умер, как его, два года или три года уже прошло. Всегда ходил на выставки и брошюрки своих стихов дарил художникам. Ну, а что бы вы хотели, чтобы художникам, начинающим, или уже в годах посоветовали? Ну, только творчество, талант не надейтесь, а трудолюбие должно быть большое. Трудолюбие. 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 Субтитры подогнал «Симон»